Здравствуйте! В эфире программа «Городские подробности». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Наталья Михайловна Лапшина, заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике. Наталья Михайловна, здравствуйте! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон 22699. Если у вас будут возникать вопросы по ходу нашей беседы, пожалуйста, звоните по указанному номеру. Он будет периодически появляться на экранах ваших телевизоров. Наталья Михайловна, с момента нашей встречи в прямом эфире прошло достаточно много времени. Открываем новый сезон. Сегодня с вами в этой программе. И начнем мы, наверное, говорить с того, что сегодня прошел форум общественных организаций в нашем городе. Немаловажно, наверное, занять население, чтобы они проявляли активность в решении местных вопросов. Какие можно сейчас итоги назвать по прошествии этого форума? Действительно, сегодня состоялся у нас внеочередной форум. Мы приглашали все общественные организации и объединения нашего города. Очень рады, что большинство из них откликнулось, потому что это означает только то, что все хотят сотрудничать, объединяться и объединяться с единой целью, чтобы развивать наш город. Потому что я, как уже говорила, на форуме есть единая цель у всей семьи горожан, в которую входят и общественные объединения, и движения нашего города. А это зачастую люди очень неравнодушные, объединенные каким-то увлечением, интересом или какой-то одной темой. Стратегия развития города невозможна без соучастия и участия таких активных граждан. Поэтому любое развитие подразумевает, если все вкладываются в успех, все участвуют в нем, и только тогда это объективно, оправданно и полезно всем. Но наверняка вы проговаривали какие-то механизмы, как сплотить вот эти общественные организации, потому что их в городе несколько десятков, они разных направлений. Но вот как все-таки их заразить одной целью, действительно, чтобы все двигались, ну, наверное, хоть и не в одном направлении, но к единой цели разными путями. Да, мы проговаривали сегодня механизм создания Ассоциации общественных организаций города. Была создана рабочая группа по подготовке некого объединяющего документа. Но чтобы вот не загружать это все бумажной работой, а больше действовать, конечно, просто нужно чаще собираться всем вместе. И сегодня была определена главная цель – это работа над теми предложениями, которые общественные организации и непосредственно эта объединенная ассоциация могут внести в стратегию развития города. Кстати, это может сделать и любой активный житель города, потому что мы уверены, что в нашем городе неравнодушные люди, и все хотят только развития нашему городу. Вот по тому направлению, которое сейчас взято руководством города, и очень большие продвижения по этому направлению, то есть к получению статуса территории, опережающего социально-экономического развития, все прекрасно уже понимают, что это такое, какие преимущества эта территория будет иметь. И для того, чтобы выстроить стратегию развития нашего города, нам важно и ценно и мнение горожан, и любое предложение. А вот мнение и предложение горожан, которые не состоят, может быть, в общественных организациях, каким образом можно будет собрать и каков будет механизм? Пока это электронный вариант, то есть со следующей недели у нас будет запущен на городском сайте раздел, портал «Открытый муниципалитет», который сейчас модернизируется, и там можно будет оставить свое предложение абсолютно на любую тему. Будет собираться некий банк предложений для того, чтобы потом разработать более подробно уже направление стратегии развития города. Ну, то есть это будет такой агрегатор, который собирает по желанию, может быть, даже какие-то замечания, а потом уже по направлениям, по зонам ответственности будут распределяться. Да, любые инициативы, любые предложения, любые проекты, пусть они будут где-то очень узкие, узконаправленные или глобальные, все равно это интересно, потому что это мнение горожан, и есть от чего оттолкнуться будет. Ну, сейчас активно обсуждается и разрабатывается проект 52 выходных дня у нас в городе, проект достаточно интересный, ну, изнутри, потому что я его знаю, вот что можно сказать сейчас зрителям, на какой стадии наша творческая группа остановилась, и каков будет план работы по реализации намеченных уже целей. Действительно, очень интересный проект, я думаю, он не оставит равнодушными никого в нашем городе, потому что все мы хотим свой досуг занять каким-то образом, и чтобы он был познавательный, особенно это семьи с детьми, чтобы он был интересным, чтобы он был постоянным, в том, чтобы в нашем городе даже в выходной день все люди знали, что происходят какие-то события, мероприятия, и что существуют такие постоянно действующие площадки, где можно с пользой, с интересом провести свое свободное время. Суть проекта в том, чтобы занять все выходные дни какими-то различными интересными площадками, мероприятиями, мастер-классами, фестивалями, форумами. Сейчас работает творческая группа действительно над тем, чтобы разработать концепцию этого проекта, чтобы информировать население, и мы, я думаю, что интересно сделаем старт в 2017 году. Этот проект, может быть, мы его так обозначили, как 52 выходных дня, но вообще направление этого проекта в больших городах уже существует. За основу можно взять город Москва, парк Горького. Это та площадка, где постоянно что-то происходит. И горожане прекрасно знают, что придя в любой выходной день, они могут найти какое-то интересное себе занятие, что-то узнать новое, чему-то научиться на мастер-классах. Поэтому, если мы такое пространство досуговое создадим для горожан, то, конечно, это повлияет и на их организацию досуга семейного, и, я думаю, на социальное благополучие, и для того, чтобы каким-то образом занять правильно свободное время. Ну, выходных дней, на самом деле, не 52 в году, их гораздо больше. Ну, подразумевается, что еженедельно в конце недели будет какое-то мероприятие. А если вообще все посчитать выходные, то их гораздо больше, считай праздничные дни, те каникулы, которые объединенные, вот у нас майские, зимние, то их предостаточно. И каждый день пусть несет в себе радость, праздник и интерес какой-то. От выходных дней переходим к трудовым будням, к образованию, это та сфера, где всегда какие-то изменения происходят. Ну, вот сейчас и новый министр, и российская газета недавно с таким заголовком интересным вышла в школы, возвращается школа. Вот. Какие изменения у нас в городе грядут, ну, какие уже произошли? Ну, я хочу сказать, что изменения в образовании, самые главные, произошли с введением нового закона об образовании. И мы уже вот два с лишним года живем в рамках этого нового закона. Я бы хотела сказать о тех небольших изменениях, модернизации в системе итоговой аттестации. И здесь нужно сказать, что вот были подведены итоги прошлого года. И наша республика, Башкортостан, из кризисной красной зоны, так называемой, вышла в зеленую зону. То есть это те регионы в зеленой зоне, которые отличились организацией правильной итоговой аттестации, прозрачностью, без замечаний, без каких-то нарушений. Наш город в том числе. То есть вообще, в принципе, в республике итоговая аттестация и организация ОГЭ, и ЕГЭ прошла спокойно, правильно. В нашем городе Кумертау была проведена огромная работа в прошлом году. Работа над ошибками, мы ее называли. И было, я думаю, заложено начало большой системной работы над повышением качества образования. И результаты неплохие. Они нас радуют в этом году. У нас все выпускники девятых классов и одиннадцатых классов абсолютно все сдали успешную аттестацию и получили в конце концов итоговый документ об образовании. Но нужно сказать, что сам механизм сдачи итоговой аттестации всегда модернизируется. И он, конечно, придет стремиться к идеалу, потому что технологии на месте не стоят. Это все делается для того, чтобы экзамен сделать прозрачным, экзамен сделать честным и сделать равные возможности для наших выпускников. В Башкортостане поставлена задача на следующий год 70% пунктов приема экзаменов сделать технологичными. Что это значит? Это значит, что сократить расстояние транспортировки всех КИМов. Мы их транспортируем каждый день из Уфы, доставляя их в пункты приема экзаменов. Сделать это на месте уже в пунктах приема. То есть мы думаем, что наш город войдет, и Министерство образования Республики Башкортостан берет на себя финансовую миссию для обеспечения и организации технологичных пунктов приема экзаменов. Поэтому этот экзамен еще более будет мобильным, оптимальным. У нас уйдет вот это время на транспортировку и сканирование КИМов. Поэтому, уважаемые родители, выпускники, я думаю, что сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы правильную работу построить по подготовке ЕГЭ. До 1 марта всем выпускникам определиться с выбором экзаменов по выбору и решить, в каком направлении они будут двигаться, куда они будут поступать. Прошлой весной волновались за профильную математику, потому что она позапрошлым была провалена. Сейчас какие-то опасения есть по грядущему ЕГЭ? Нужно сказать, что в этом году базовая математика была несложная. И мы в этом году даже хотим повторить наш прошлогодний опыт, предложив родителям, всем желающим, учителям и даже руководителям образовательных организаций тоже пройти базовую математику и просмотреть механизм ЕГЭ, особенно для родителей. Это интересно, как это все происходит. То есть базовая математика была доступна и нормально. Профильная математика, конечно, к ней нужно готовиться, на то она и профильная, потому что мы ее выбираем для того, чтобы поступить в технический ВУЗ. Ну и еще я хочу сказать, что вообще выбор профессии, выбор направления – это невероятно важно для каждого человека в жизни. Мы с прошлого года запустили наш муниципальный пилотный проект подготовка кадрового резерва, кадрового потенциала в городе Кумертау. И второй раз этой осенью мы будем проводить ярмарку учебных мест в новом формате. 22 ноября у нас все выпускники, это 9-11 классы, будут приглашены на ярмарку учебных мест, где мы совместно с предприятиями предметно, интересно, в доступной интересной форме расскажем о всех направлениях, которые существуют и в нашем городе, и в нашей республике. Куда можно поступить, какие экзамены нужно выбрать, как нужно готовиться. И в конце концов увидеть образ той профессии, куда стремится выпускник. Поэтому такая работа начата, рабочая группа создана, координационный совет работает, начнутся родительские собрания. Единственная просьба подключиться всем, и родителям, и выпускникам с полной ответственностью. Сейчас в образовательных учреждениях каникулы идут, педагоги принимают участие в педагогическом форуме. Обычно было так, что осенью проходил конкурс «Учитель года». Сейчас его перенесли на начало года. Да, он проходил у нас и весной. Вообще республиканский пройдет в феврале. Затем федеральный всероссийский этап, который завершается осенью, к Дню Учителя. И в этом году, 3 октября, мы из СМИ тоже знаем, что прошел финал в Кремлевском дворце в Москве. И очень отрадно мы все радовались, что и финалисты мужчины, и все они молодого возраста, все интересные, яркие. Хочу сказать, что впервые за 25 лет были в Кремлевском дворце собраны все победители региональных этапов за 25 лет. И наш город представляла Марина Геннадьевна Короченко, которая была победителем регионального этапа «Учитель года» в 1998 году. Это наша серьезная большая победа. Потом она еще была несколько лет в жюри республиканского конкурса как победитель. Поэтому город Кумертау был также представлен на этом большом и масштабном значимом мероприятии. А в этом году наш городской этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года» пройдет в декабре. Мы назвали его «Педагогический звездопад». Там будет несколько направлений. И дошкольное образование «Воспитатель года», и «Учитель года», и еще традиционный наш конкурс – это «Учитель башкирского языка». Все это пройдет в декабре. Для того, чтобы у нас было время подготовиться к февральскому республиканскому этапу. – Да, ну и сейчас идет активная кампания по вакцинации населения. Вот хотелось бы пару слов сейчас услышать. Тем более, что недавно прошло и заседание как раз по вопросам прививочной кампании. – Да, заседание штаба, который у нас создан в нашем городе. – Дело в том, что это сезонная и очень важная работа, потому что действительно, несмотря на все наши субъективные отношения к прививкам, все-таки статистика утверждает, что если процент вакцинации растет, как это было, например, в прошлом году, то снижается уровень заболевания. Статистика вещь упрямая, поэтому не верить цифрам нельзя. – Есть рекомендации Минздрава по процентам, сколько нужно привить населения для того, чтобы не было эпидемии. – Конечно. – Наш город, как к этим цифрам? – Для нашего города по его численности и по рекомендациям, для того, чтобы не возникла эпидемия, нужно, чтобы 40% населения было привитым. – Значит, вот из этого числа, из 40%, 27% с небольшим хвостиком занимают те люди, которые подлежат вакцинации бесплатно и обязательно. То есть те работники, которые работают с детьми, с людьми, и они проходят ежегодную бесплатную вакцинацию. – 27%. Получается, 13% – это те люди, которые должны привиться за счет предприятия или собственных средств. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь к руководителям предприятий, которые должны позаботиться о здоровье своих сотрудников и такую работу провести. Она проходит ежегодно. Вопрос лишь в том, чтобы заключить договор, выбрать вакцину, выбрать день, потому что тянуть с этим нельзя. Эту работу мы должны в середине ноября завершить, иначе она будет бесполезной. – Ну, а сейчас те темпы, которые есть, они устраивают врачей? – Ну да, главное, чтобы они устраивали и нас тоже, и все население. То есть 27% – те, которые прививки бесплатные, они все уже привиты. Вот сейчас мы начинаем этап вакцинации на договорной основе. – Я вот как еще не добежавший в поликлинику на прививку, хочу вас спросить, вы сами прививку сделали? – Вы знаете, я делала два года подряд. Вот прошлый год пропустила, сейчас, наверное, сделаю. – Какие пожелания будут нашим телезрителям? – Я желаю, прежде всего, здоровья в эти уже прохладные дни. И хочу пожелать всем успехов, чтобы и наше образование, и наш досуг, и наше здоровье были на том уровне, который мы сами себе желаем, которого достойны, к которому стремимся. Успехов и здоровья всем горожанам. – Спасибо большое, уважаемый телезритель. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова